Здравствуйте! Организаторы зимней Олимпиады в Сочи, как и всегда в таких случаях, рассчитывают хорошо заработать за счет размещения рекламы, в том числе и западных компаний. Однако эти расчеты могут не оправдаться. Пока что имидж зимних игр больше связан с проявлениями расизма, с угрозой терроризма и с антигейским движением. Далеко не все фирмы хотят, чтобы их продукция ассоциировалась с такими негативными для западного мира понятиями. Интернет и социальные сети уже полны всевозможных антисочинских форумов. Их участники призывают спортсменов, компаний и болельщиков бойкотировать Олимпиаду в Сочи по причине роста ксенофобских настроений в российском обществе. Риск заслужить плохую репутацию для игр в Сочи огромен. Это все равно, что садиться за руль, не пристегнувшись. Надо быть готовым к самому плохому развитию событий. Интерес спонсировать игры уже выразили такие гиганты мировой индустрии, как Макдональдс, Кока-Кола и Проктор энд Гэмбл. Но всем им теперь приходится активно вести кампанию по агитации за терпимость и миролюбие. И все же рекламодатели ходят по лезвию бритвы. Так Проктор энд Гэмбл привлекла для этого бывших спортсменов-чемпионов. К их голосу должны прислушаться сотни миллионов любителей спорта. Однако, говорят специалисты, компания вряд ли заработает хотя бы треть от суммы в полмиллиарда долларов, которую она выручила от рекламы на Лондонской Олимпиаде. Для финансового успеха спонсорам нужна совокупность факторов, на которую в Сочи трудно рассчитывать. Я не удивлюсь, если их прибыль от рекламы окажется минимальной или даже негативной. Не прибавляет оптимизма и реальная угроза терактов в ходе соревнований. Это может отпугнуть как потенциальных гостей Олимпийских игр, так и спонсоров. По данным агентства Marketing Week, из десяти западных компаний, лидирующих на российском рынке, спонсорами игр в Сочи пока что стали лишь пять. Но и для них Олимпиада обещает быть не менее тяжелым испытанием, чем для самих участников.